Привет, друзья, я Фикса, и я продолжаю разгадывать мистику, связанную с компотом. Наконец-то наступило утро, это прямо как свежий глоток воздуха. И сразу же перейдём к делу. 16 тысяч комментариев вы написали мне под предыдущим видео. И каждый из вас гласил о том, что вы заметили паранормальные явления. Дошло до того, что вы мне писали абсолютно во все соцсети. Делали истории в инстаграме, делали посты во вконтакте, писали в личку. И сейчас я вам покажу, что всё-таки случилось в прошлой серии. Во-первых, тогда, находясь на том кладбище, я посмотрел на камеру и не заметил того, что на этом доме, на этом гигантском особняке, в этом углу стоял компот. Я не знаю, как я его не заметил, здесь крыша красная, и он тоже красный. У меня вопрос, как вы-то это заметили? Но перед записью я ходил, проверял, смотрел, никого здесь нету. Мне кажется, что это один из клонов, это не мог быть настоящий компот. Хотя, если это он вёл ту видеозапись и привёл меня к этому дому, возможно, это был он настоящий. Но он не сказал отправиться куда-то туда, за этот недостроенный дом. Также есть второй момент, ещё более страшный. В прошлом ролике, когда я пошёл в свою лабораторию проверять, есть ли там мой клон, я думал, что его нету, а оказывается, что он перепрятался. Вот только вот посмотрите этот момент, здесь наглядно видно то, что он стоит за мной, за спиной. Он наверняка хотел меня убить, но слава богу, что я вовремя ушёл. Также вы заметили, что на голове компота не было второго лица, как обычно. И после этого я сразу же понял, что это был не настоящий. Также мне писали про очень странное существо за динамитом, но нет. Друзья, вы ошибаетесь, это был просто самый обычный чики-бомбони. Ладно, с этим разобрались. Если вы всё-таки не понимаете, о чём идёт речь, то бегом смотрите первые-первые серии. Я вам даю даже сейчас подсказку справа. Вот, нажимайте, кликайте, смотрите эти серии, они очень интересные. А потом возвращайтесь сюда. Но есть то, с чем мы до сих пор не разобрались. Два миллиона подписчиков на канале! Ё-моё, друзья, мы это сделали! Спустя столько времени! Наконец-то, два миллиона подписчиков! Я бы сейчас растрогался, я бы сейчас заплакал от радости, но этого делать я, естественно, не буду. Я вам хочу сказать огромное спасибо за то, что вы смотрите, за то, что вы лайкаете, за то, что вы подписываетесь, за то, что не забываете и продолжаете быть со мной. Дальше, друзья, будет ещё лучше, ещё круче, ещё классней, ещё милей, ещё суперней! В общем, друзья, спасибо вам всем огромное. Если не вы, этого бы не случилось. Это не моя заслуга, это ваша заслуга. Итак, что же, судя по предыдущей записке, Компот нам сказал, что мы должны идти вон в ту сторону. За тот недостроенный дом. Одно мне не ясно, что здесь делают эти медведи. Но я очень рад, что мы, наконец-таки, уходим из этой деревни. И, если честно, я вообще не хочу в неё возвращаться. Это какое-то проклятое место. Надеюсь, мы сейчас найдём Компота, всё разрешится, и мы куда-нибудь переедем в другое место. Я, правда, туда больше ни ногой никогда не вернусь. Если, конечно, не найду этому объяснение. Так, ладно, давайте смотреть, что здесь вообще находится. Недостроенные полы, фундамент. Пока что никаких намёков и знаков нету. Так, это что за дом такой? Так, подождите, как бы взобраться? Я не могу. Может быть, через кран как-нибудь попробовать? Так, ну же... Опа! Хорошо, перелезли вроде. А, если я упаду, надеюсь, не больно будет так? Ай, нормально, нормально, всё, мы здесь. Эээ, проигрывать или зачем он здесь нужен? Так, и записка! Хорошо, и что здесь написано? Если ты это читаешь, ты правильно понял мой посыл. Продолжай идти. Ага, это значит, что мы с вами на верном пути. Одно мне непонятно, для чего здесь проигрыватель стоит. Ладно, может быть, это когда строили дом, оставили его здесь, кто его знает. Значит, нам нужно идти в этот лес и по прямой дороге. Я даже не представляю, на что мы с вами наткнёмся в итоге. Дорога, наверное, будет чрезвычайно долгой, поэтому я отправлюсь в путь. О, господи, друзья, началась очень дикая гроза, нам нужно куда-то бежать. Я не знаю, где мне укрыться. По дереву стоять достаточно опасно, потому что молния может ударить в любой просто момент. Так, стоп, какие-то красные факела. Давайте пройдём по ним хорошо. И что, что это, что это за место такое? Какие-то колючие проволоки. Заколоченная дверь. Так, окей, давайте сломаем, пройдём. Печка работающая. Так, а это какая-то цепь. Окей, сундук есть, верстак. А как мне открыть этот сундук? У меня даже кирки-то нету. Почему я оставил все свои вещи там и всё выкинул? Ладно, просто доломать это просто вручную. Динамит, андезит, книга и пюро и железная кирка. Гениально было положить железную кирку. Нельзя было её наружу, что ли, оставить? Ладно, какая-то книга, давайте почитаем. На случай, если пойдёт гроза, переночу здесь. Я специально не застраивал это место. Как отдохнёшь, отправляйся дальше в лес за этой горой. И это всё, что мне написали. Подождите, значит мы идём в верном пути, и это всё-таки был компот. Меня на самом деле не страживает его слова, что он не застраивал вот этот проход. Давайте лучше закроем его. И печка, она работает, и посмотрите. Здесь переплавляется зачем-то дуб. И тратится уголь, чтобы сделать ещё больше угля. Но какой смысл от этого? И печка до сих пор работает, значит он был здесь недавно. Значит он всё-таки жив. Эти книги были написаны не заранее. Я на 100% в этом уверен. Осталось теперь только переждать, пока эта гроза пропадёт. Не знаю сколько ждать, но надеюсь ничего плохого за это время не случится. Чёрт, друзья, становится достаточно прохладно. Печка перестала работать. Я даже не знаю, я могу, например, переплавить вот эту вот книгу. Нет, никак не могу. А вот это я могу переплавить. Эти доски тоже не могу. Сундук плавится. Так, стоп, здесь, кстати говоря, был динамит, ещё и железная кирка. А ливень никак не проходит. Может быть получится сундук этот переплавить. Я замерзаю. Я очень сильно замерзаю. Нет, он тоже, он тоже не переплавляется. Ох, ладно, ладно, останусь сюда. Может быть так лучше станет. О, чёрт. Гроза. Что там на улице? Наконец-то это закончилось. Всё, друзья, теперь просто бежим. Он сказал, что нам нужно бежать за вот эту вот гору. Хорошо, без проблем. Осталось только каким-то образом забраться на неё. Ладно, это я сделаю без труда. А где солнце? Я даже солнца не вижу. Но слегка теплее становится. И это очень, очень радует. Я очень сильно надеюсь, что это всё-таки не ловушка. И мы придём сами в правильном направлении. Ребят. Во-первых, вышло солнце. Это очень хорошо. А второе. Смотрите, на что я здесь наткнулся. Это какой-то очень странный бункер. Или что это? А как? Неужели я пришёл к нужному месту? Так, стоп. А как он? Он вообще закрыт или нет? Я сейчас пытаюсь его открыть. Но что-то ничего не выходит вообще. Но пока я шёл, ничего другого я и не заметил. Наверняка мы пришли с вами в нужное место. Ты уже давай, ржавая ты фигня. Откройся, откройся. Я это сделал. Отлично. Мы можем заходить. Всё. Прекрасная опять эта кровь. Она мне снится. Уже скоро будет. Снаружи же точно никого нету, да? Всё в порядке? Всё хорошо? Кто это? Господи, я испугался. Это всего лишь берёза. Мне, если честно, страшно даже туда идти. Стоп. А вас не смущает как бы вот этот вот бедрок? Эм, погодите. А почему дверь закрылась? Эй, 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 откройте, откройте. Она не открывается. Кто меня запер там с той стороны? Кто запер? Ребят, мне это совсем не нравится. Совершенно зачем я сюда зашёл? Я так и знал. Я так и думал, что это ловушка. Что там, лава? Там что-то светится и кровь идёт туда. Почему здесь бедрок делает? Что здесь делает бедрок? Мне отсюда не выбраться. Так, ладно, сундук. Какая-то опять книга. Что в ней написано? Как зайдёшь, не пытайся отсюда выбраться. Да я даже и не могу. Они могут заметить. Я скрылся здесь для того, чтобы они меня не нашли. Но если ты видишь кровь, значит, что ты опоздал. Непонятные символы. Нет, 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 не говорите мне, что я опоздал. Но если они меня закрыли, значит, они знают, что я здесь. Думай, фиксай, думай, фиксай. Что делать? Может быть, вниз спуститься, посмотреть? Эти следы ведут вот к этому замшелому булыжнику. Это очень похоже на данжи из Майнкрафта. А, стоп, может быть, мы с вами можем выбраться через эту лаву? Вот того, как... Прыгай. Ух, вот здесь будет выход. Нет, здесь тоже всё заколочено под уроком. И с той стороны тоже отсюда не выбраться. Либо это кто-то застроил булыжником. Окей, мы можем, кстати, попробовать это сломать. Это что ещё за комната? Я думал, это обычный данж из Майнкрафта. Господи, я сейчас так сильно испугался. Эти двери ужасно страшные. Экзорцист? Какой-то непонятный... Я сначала подумал, что это дощечка, но... Это очень странный стул. И это похоже всё на крест. Экзорцист. То есть, он сидел на этом стуле, прятался и смотрел на этот плакат. И какие-то рычаги. И смотрите-ка, здесь оставлен факел. Он наверняка был уже здесь. И совсем недавно. Не-не-не-не-не, значит, всё хорошо с ним. Я уверен, с ним всё хорошо. И что это за странные двери? Я сейчас пытаюсь их открыть, но они вообще не поддаются ржавые, вы фигни. Ух, ладно. Подождите, таблички. Два, пять, один. Я, кажется, эти цифры где-то видел. Вот не дам соврать, я 100% их где-то видел. Может быть, снаружи где-то, я ж не могу выбраться. Или на бодроке. А, стоп, символы, символы на книге. Так, нет, 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 это не та книга, вот это. Во-вот, два, один, пять. Окей, давайте попробуем. Надо сначала понять, какой из этих рычагов к какой табличке относится. То есть, к этому рычагу вообще никакая табличка не относится, потому что рядом ничего нету. Это двойка, наверное, к этому. Пятёрка к этому. И единица, скорее всего, к верхнему. Ладно, давайте попробуем сначала два. Стоп, как там было, я забыл. Два, один, пять. Потом идёт один, и идёт пять. Давайте, послушайте, да, открылась, открылась эта дверь. О, какие они скрипущие, это ужас, и какой-то сундук. И он опять вообще никак не открывается, здесь ключ нужен. Ну, лучше откройся, давай, откройся, пожалуйста. Всё, всё, у меня больше нет выхода, у меня больше, я не знаю, что мне делать, я не знаю, что мне делать. Всё, я застрял здесь. Этот сундук не открывается, возможно, там какой-то был ключ от этого бункера, от этой двери гигантской. Думай, фиксай, думай, фиксай, что делать. Какой ключ сюда может подойти, может быть, я скрафтить смогу. Да нет, стоп, погодите-ка. О, что это сейчас за звук был? Вот этот рычаг, мы с вами так его и не опробовали. Мы задействовали с вами три, но этот рычаг мы и не пробовали. Давайте попробуем нажать. Что-нибудь изменилось? Может быть, это та самая дверь от бункера, давайте проверим. Поднимаемся. Да, там свет горит, или он уже горел, я не знаю, и... Да, это реально, этот рычаг был от этой двери. Как она тогда закрылась? Может быть, там потеной проход был? Так, хорошо, дверь мы с вами открыли. А что мне делать с этим сундуком? Погодите, я вспомнил. Вы мне писали в комментариях то, что во время видеозаписи на кладбище висели ключи. А раньше их там и не было. Может быть, эти ключи как раз таки подойдут для открытия этого сундука? Может быть, так всё продумано? Но, блин, мне опять-таки возвращаться туда, в этот город, я не хочу. Но, похоже, придётся. Эх, придётся отправляться обратно. Друзья, пока я шёл, уже на улице стемнело. Аж пришлось кушать свой последний кусок баранины. И смотрите, какую аномалию я рядом с деревней встретил. На улице ночь, а здесь почему-то всё место освещено. Оно всё светится. Но как, факелов никаких нету. То есть, я помню, что я когда-то здесь вырубал леса. Но, чёрт его возьми, почему оно светится? Ладно, окей, нам теперь нужно каким-то образом незаметно прокрасывать эту деревню. Я не хочу в неё заходить. Вдруг сейчас что-то случится. Нам нужно сейчас очень быстро пробраться на кладбище. Забрать ключи и вернуться обратно. Это всё, что нам нужно. И больше никогда ногой сюда. А! Что происходит? Что происходит? Оно как будто бы своей жизнью живёт. Стоп! А! Почему здесь двери появляются? Я как будто бы никуда... Я как будто бы никуда зайти не могу. Бежим! 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 А кровь это? Верстак, что он здесь делает? Бежим! Бежим! В воду на кладбище это! Бежим! Где? Где? Где эти были ключи? Видеокамера пропала. Кровь пропала. Ключи! Я вижу эти ключи! Забери! Забери! Ну же! Ну же! Всё, забрали! Забрали! Забирай! Звязка включая! Всё, бежим! Что это такое? Бежим! Просто бежим! Убегаем отсюда! Не смотрим никуда! Ни в коем случае не оглядываемся назад! Никогда! Всё! Убегаем из этого города, из этой деревни! Ребят, я не знаю, сколько времени я уже иду, но у меня такое чувство, что я заблудился. На улице уже круглая ночь, луна светит, а я до сих пор не могу найти бункер. Это луна была с той стороны, теперь она здесь. Где? Где это место? Где я нахожусь? Ладно, я продолжу идти, я просто продолжу идти. Ребят, я не знаю, сколько я ещё смогу идти, потому что на улице уже рассвет, я очень сильно устал. У меня вот чрезвычайно сильно болят ноги! Я нашёл! Я нашёл, слава богу! Свинюха, ты здесь застряла, что ли? Давай, помогу тебе выбраться! Давай, давай, ну же, ну же, выбирайся! Сколько времени ты здесь простояла? Всё, забегаем. Бункер, бункер вроде бы открыт. Ничего не изменилось? Да-да-да, всё в порядке вроде. Забегаем, забегаем, забегаем сюда! Всё, открывай, используй, используй, используй! Да! Открылась! Какая-то пластинка и книга. Я думал, что мы найдём что-то чрезвычайно интересное, но это всего лишь книга и пластинка, и ради этого я мучился, столько бежал. Фиксай, это я, Компот! Я должен был тебе всё сам рассказать, но времени нет. Раз ты это читаешь, значит, ты всё правильно сделал. В сундуке есть пластинка. Найди проигрыватель и послушай её. Делай всё быстро, они могут быть рядом. Ты знаешь, о ком я говорю. Прочитай эту часть, когда прослушаешь пластинку. Я понял, хорошо, всё, я не буду читать. Проигрыватель! Точно, я вспомнил, я вспомнил этот проигрыватель! Вот для чего он нужен был, всё нормально, это Компот! Это он специально всё это построил и сделал. Одно непонятно для чего у меня этот динамит. Ладно, оставим при себе, вдруг что-то опасное случится. Всё, слава богу, дорогу я по идее выучил. Эти деревья мне знакомы, но мне опять-таки придётся бежать обратно. Всё, бежим к проигрывателю, он находится в том недостроенном доме. Мне даже интересно узнать, что там может находиться в этой пластинке. Хвала небесам, что этот дом находится хотя бы не в городе, здесь всё поспокойней. Всё, быстрее, быстрее, забегаем в дом. Ух, ни пуха, ни пера. Вы должны убить его. Каждый из вас должен стать тем, кого знает он. Иначе никак. Он нам помешал. Наша тайна не должна выйти за пределы деревни. Убейте его, убейте, убейте. Я встретился с юницами в лицо. Но нет никаких шансов. Ничего не осмыслит в прошлый раз. И ничего не осмыслит в другой. Выключи, выключи её. Я так и думал. Я так и думал, друзья. Вот, вот ответ на все вопросы. Они охотятся на меня. Я не знаю, ну почему, за что, что я им такого сделал? Прочитать записку. Он говорил, что нужно прочитать записку после того, когда я прослушаю эту запись. Их зовут инклонинги. Это культ местных жителей, обрёвших мистическую способность обращаться в людей, знакомых и подобных тебе. Это всё, что я пока знаю. Но судя по видеозаписи, которую ты видел, всё дело в... И неясно. Как будто бы записка оборвана, либо его кто-то прервал, либо ещё что-то случилось. Но эти символы очень схожи с теми, что были на могиле, а также те, что были в той недавней записке. Что-то здесь опять непонятное творится. Друзья, ладно. Если вы что-то очень странное заметили за этот ролик, то обязательно пишите мне в комментариях. Я не всегда могу видеть то, что происходит. Если ждёте следующую серию, обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте ваши лайки. Делитесь эти видео с друзьями. А для вас старался фиксай. Увидимся уже в следующих сериях. Всем спасибо. И всем пока.